В коллекторах, подвалах и теплотрассах живут десятки человек без определенного места жительства. По данным МВД, только в Саранске выявлено больше двухсот бомжей. Особенно густо населены свалки и городские заброшенные дачи. Здесь они спят, работают и едят. Вот здесь вот селедка, вот это вот мясо, вот кошек кормим. Кошки не едят вообще ничего уже, все, зажрались. В этом особняке Игорь живет почти два года. Он приехал из Таджикистана. О том, как стал бродяга, рассказывает неохотно. Стыдно, признается мужчина, ведь яблоком раздора в семье стала все та же водка. Мы переехали с женой, с женой развелись, обычная история. Естественно, загулял. Этот человек, как и остальные братья, по несчастью живут без документов. Подрабатывают грузчиками, собирают металлолом, бутылки и картон. Просроченную еду и вещи добывают на свалке. Между бомжами, говорит Игорь, серьезная конкуренция. За добычу готовы на многое. Кстати, сейчас правоохранительные органы разыскивают подозреваемых в убийстве бомжа. Преступление на улице Гагарина в Саранске произошло еще две недели назад. В их отношении могут совершиться преступления, они могут совершить преступления. То есть данные лица, необходимо все равно ввести учет данных лиц и быть в курсе. Задержат, отвезут в участок, установят личность. По такому принципу в Саранске проходила спецоперация «Бомж». В милиции их фотографировали и ставили на учет, чтобы потом знать, а если что, и опознать бродягу. Они все являются разносчиками у нас всех болезней, начиная с туберкулеза, кончая педикулезом, чесоткой. Они, ну как дети, проходят мимо них, правильно? Есть возможность заражения. К такой жизни привыкнуть несложно, считает бездомный. Гораздо сложнее начать нормальную трезвую. А делают это, как правило, единицы. Ведь свобода, помойка, ежедневный запой – все, что им нужно. В этом не раз во время спецоперации убеждались стражи порядка. Юлия Литвинова, Андрей Климантьев, Вести Мордовия.